Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания Ведопульс, и я врач компании Арчибасова Елена Алексеевна. Тема, которую мы сегодня будем рассматривать на нашем вебинаре, как вы видите, звучит невмания и леврит. Но, как обычно, перед тем, как говорить непосредственно о каком-то логическом процессе, и все, что с ним связано, мы вначале давайте познакомимся с общим строением и физиологическими особенностями дыхательной системы. На одних из предыдущих вебинаров, которых у нас уже довольно много было, мы разбирали общие принципы строения дыхательной системы. Сегодня буквально вспомним, как же у нас устроена система дыхания. Итак, дыхательная система – это совокупность органов, которые обеспечивают функцию внешнего дыхания. Что это такое? Это газообмен. Газообмен между вдыхаемым воздухом, который мы получаем из атмосферы, то есть атмосферным воздухом, и, соответственно, между циркулирующей кровью, которая непосредственно через капилляры образует плотный контакт с дыхательной системой. Итак, процесс газообмена осуществляется в альвеолах легких. И на что он направлен? Он направлен на то, чтобы в кровь поступил кислород из вдыхаемого воздуха, а непосредственно из крови в выдыхаемый воздух уже выделялись продукты метаболизма. Но и самым известным продуктом метаболизма является углекислый газ. Вот основная задача системы дыхания. Как же устроена эта система? Вот здесь, на этом слайде, вы видите несколько рисунков от общего непосредственно уже к частному. Итак, что же мы здесь видим? Прежде всего, общий принцип строения системы дыхания. Воздух поступает через воздухоносные пути, либо это через полость носа, это физиологично, либо это через полость рта, что является нефизиологичным вариантом дыхания. Дальше, по системе дыхательных трубок, это, соответственно, глотка, далее это гортань, трахея, воздух попадает в бронхи. Так как трахея, другими словами, этот орган еще называется дыхательное горло, он представляет собой трубку, которая имеет хрящевую основу, и трахея впоследствии делится, и место деления трахеи называется бифуркацией трахеи. Вот здесь, я вернусь еще к предыдущему слайду, это наиболее отчетливо видно. Вот оно, дыхательное горло, которое делится на два бронха, два главных бронха, так называемых, или бронхи первого порядка, соответственно, один бронх правый, он заходит в правое легкое, и другой бронх левый, он заходит непосредственно в левое легкое. Дальше, что происходит с бронхами в легких? Бронхи начинают делиться. Они делятся на бронхи второго порядка, третьего порядка и так далее. И таким образом в легких у нас происходит формирование так называемого бронхиального дерева. Как же устроены легкие? Легкие – это парный орган, который находится у нас в грудной клетке, практически занимает всю грудную клетку. Орган паранхематозный, значит, соответственно, легкое есть правое, легкое есть левое. Легких выделяют доли, то есть это органы, которые имеют долевое строение. Вот обратите внимание, правое легкое включает в себя три доли – верхнюю, среднюю и нижнюю. И, соответственно, бронх, который поступает в правое легкое, он тоже делится на долевые бронхи. Если же мы говорим о левом легком, то здесь выделяют две доли – это верхнюю и нижнюю долю. Здесь нет третьей доли, так как, обратите внимание, имеется такое вот образование, вырезка, она так и называется – сердечная вырезка. То есть если посмотреть анатомическую целостность всех органов грудной клетки, здесь как раз место, вот этот выступ, это вырезка именно для сердца. Соответственно, левый бронх, он делится на два долевых бронха, так как здесь две доли. Помимо того, что легкие имеют долевое строение, в каждом легком выделяют еще и сегменты, то есть сегментарное строение легких. И вот здесь как раз продемонстрировано наличие сегментарного строения в легких. Соответственно, бронхи делятся дальше, и уже мы будем говорить о сегментарных бронхах. Опять же, если мы говорим о правом бронхам, о правом легком, то здесь выделяют 11 сегментов, а у левого легкого выделяют 10 сегментов. Такое вот строение легких. Как мы видим, что бронхи, которые поступают в легкие, они делятся, и от крупных постепенно переходят в мелкие образования. И самым конечным вариантом деления бронхиального дерева это уже являются бронхиулы. Вот здесь как раз показано, как происходит образование, формирование бронхиального дерева. Бронхиулы – конечный вариант, конечный, так скажем, отдел бронхиального дерева. Что это такое? Это как раз и есть конечные ветви бронхиального дерева. Вот эта структура, она уже не имеет хряща. То есть мы сказали, что трахея – это орган, который имеет хрящевую основу, бронхи – это тоже такие дыхательные трубки, основа которых – это хрящ. А вот конечный вариант бронхиального дерева – конечный отдел. Он уже не имеет хрящевой структуры, и основным элементом являются гладкие мышцы, то есть гладкая мышечная оболочка. И посмотрите, бронхиулы переходят, скажем, следующее образование, которое называется альвеолы. Альвеолярные ходы и альвеолы. И вот альвеолы здесь как раз продемонстрированы очень отчетливо. И что мы видим? Что такое альвеолы? Альвеолы – это воздушные мешочки, такие вот небольшие воздушные полости, в которые как раз и поступает тот воздух, который мы вдыхаем из атмосферы. Посмотрите, он проходит вот эту систему, довольно длинную и сложную дыхательных трубок. За это время он успевает согреваться, он успевает увлажняться, а самое главное – очищаться, так как все у нас дыхательные проводящие пути, они выполнены особым эпителем мерцательным. И такой уже воздух он достигает вот этих воздушных мешочков – альвеол. И здесь как раз и будет осуществляться тот процесс, который мы назвали газообменом. Посмотрите, как плотно окружены альвеолы кровеносными сосудами. Это как раз и есть капилляры. И между воздухом, который находится в альвеолах, и капиллярами, в которых находится кровь, и будет осуществляться газообмен. Ну, вот здесь как раз видно все то, о чем мы сейчас с вами говорили. То есть, посмотрите, вот это ветвление бронхов очень сильно напоминает дерево, да? Значит, соответственно, мы так образно и говорим, и ведем речь о бронхиальном дереве. Итак, альвеолы. Вот эти вот мешочки, заполненные воздухом. Посмотрите, в организме человека количество альвеол примерно где-то 300 миллионов. Огромное количество. Вот если взять все вот эти альвеолы и расстелить на ровной поверхности, то есть создать определенную площадь, то суммарная площадь всех альвеол составляет 80 квадратных метров у одного человека. И вот эта площадь альвеолярная, она плотно соприкасается с кровеносными капиллярами. Смотрите, какая большая площадь для диффузии, диффузии газов. Соответственно, если мы говорим о газообмене кислорода и углекислого газа. Ну, если себе представить, что человек вдыхает не обычный атмосферный воздух, а, допустим, вместе с воздухом поступает еще и табачный дым, и все то, что находится в атмосферном воздухе, различные пары и компоненты, то, соответственно, благодаря такой огромной дыхательной поверхности и благодаря тому, что такая очень густая сеть капилляров, которая прилегает к вот этой дыхательной поверхности, то газообмен, диффузия газов и всех компонентов, которые в воздухе содержатся, напоминает, и впрямую поступает сразу же в кровеносное русло, то есть во внутреннюю среду организма. Ну, это, так скажем, отступление. Давайте посмотрим, что же происходит в альвеоле. Вот здесь еще раз показаны легкие, вынесено крупным планом деление бронхиального дерева, которое заканчивается альвеолами. И вот крупно представлена альвеола. Вот она. Красными стрелками показано поступление воздуха в альвеолу во время вдоха, соответственно, воздух, который обогащен кислородом. Плотное прилегание кровеносных капилляров. Вот это показаны у нас клетки крови, эритроциты. Задача эритроцитов – транспортировать по всему организму как раз кислород. Таким образом происходит диффузия кислорода из вдыхаемого воздуха через тонкий барьер, который мы называем аэро, гематический аэровоздук, гематический кровь. То есть через непосредственный контакт воздушной среды и непосредственно сообщается с кровеносным сосудом, это перегородка, тонкий барьер, через который происходит поступление кислорода в кровеносное русло. Кислород сразу же присоединяется с гемоглобином, который находится в эритроцитах, и соответственно от легких уже оттекает кровь, которая богата кислородом. Посмотрите, если здесь очень условно показано, но наглядно, эритроциты такого синего цвета, то есть это характеризует о том, что к легким протекает кровь венозная, а в результате процесса диффузии и обогащения крови кислородом оттекает уже кровь артериальная. Посмотрите, эритроциты уже такого ярко-красного цвета. И вот эта кровь, которая обогащена кислородом, дальше разносится по всем клеточкам нашего организма. В обратном направлении что происходит? В обратном направлении происходит диффузия углекислого газа. Вот, опять же, через аэрогематический барьер СО2 углекислый газ диффундирует в просвет альвеол, и, соответственно, этот воздух уже у нас будет выделяться. Вот здесь мы так подробно остановились для того, чтобы было понятно, что мы сегодня говорим о воспалительном процессе в легком, о пневмонии, который, конечно же, будет приводить к тому, что будет нарушаться основная функция легких, то есть основная функция дыхательная, которая направлена на насыщение крови кислородом, а значит, это функция, которая обеспечивает трофику, то есть питание каждой клеточки нашего организма. Итак, что же такое пневмония? Пневмония – это процесс, который еще, ну, очень часто называют воспаление легких. Итак, это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется развитием воспалительного процесса в легочной ткани. И вот как раз здесь мы видим, как выглядит нормальная альвеола, в которой мы сейчас осуществляли газообмен, и что происходит в альвеолах при пневмонии. Ну, посмотрите, прежде всего происходит утолщение стенки альвеол в результате воспалительного процесса, и в альвеолах происходит накопление эксудата, которое является, так скажем, следствием воспалительного процесса. Немножечко статистики. Вот, посмотрите, по частоте смертельных исходов пневмония стоит на первом месте среди всех инфекционных заболеваний. Если взять официальную статистику, то ежегодно в России регистрируется, посмотрите, 400 тысяч вновь выявленных случаев пневмонии. Но считается, что эта цифра очень сильно занижена, и примерно где-то каждый год в России должно регистрироваться примерно около 1 миллиона вновь выявленных случаев воспалительного процесса в легких. То есть заболевание довольно распространенное, довольно часто с ним можно сталкиваться, и заболевание, которое приводит к витальному исходу. Какие существуют варианты разновидности пневмоний? Ну, на профессиональном языке выделяют пневмонию, которую называют внебольничная и госпитальная пневмония. Ну, внебольничная пневмония – это все те случаи пневмонии, которые зарегистрированы, судя по названию, вне стен какого-то лечебного учреждения. А если же мы говорим о госпитальной пневмонии, которая всегда рассматривается как вариант внутрибольничной инфекции, так вот посмотрите, госпитальная пневмония – это заболевание, которое развивается при нахождении пациента в больнице, в стационаре более 72 часов. Пациент находится в стационаре по любому абсолютно другому заболеванию, то есть не по пневмонии. То есть он находится там для решения своих проблем, но сталкивается с той внутрибольничной флорой, которая там находится, и в результате этого у него развивается пневмония. Что в первом, что во втором случае, причиной развития пневмонии является бактериальная флора. Есть такой вариант пневмонии, который называется аспирационная, от слова аспирация, то есть в результате попадания в дыхательные пути каких-то инородных предметов, такой очень часто, один из наиболее, так скажем, часто встречающихся вариантов в детском возрасте, в отличие от взрослых. Это аспирация рвотными массами, допустим, это аспирация пищей, воды, и вот поступление всех этих инородных компонентов в дыхательные пути также приводит к инфицированию и развитию воспалительного процесса легочной ткани. И еще есть один вариант пневмонии, который выделяют как атипичная пневмония. Атипичная, значит, она не такая, как обычные варианты пневмонии. Чем же она отличается? Она отличается этиологическим фактором. То есть, как правило, возбудителем атипичной пневмонии являются такие вот, так скажем, инфекционные агенты, как хламидии, мекоплазмы, легионеллы, не типичные представители, не такие, как стриптококки, стафилококки, и мы сейчас будем об этом тоже говорить. Мы сегодня в основном будем вести речь, конечно же, о инфекционном процессе, поэтому типичным возбудителем пневмонии, у которых тоже очень много, являются, ну, посмотрите, на первом месте стоят такие микроорганизмы, как пневмококки. Само название пневмо, то есть они имеют тропизм как раз к легочной ткани. Это стафилококки, это стриптококки, вот это все то, что мы говорим, те агенты, которые приведут к развитию типичной пневмонии. А вот такие вот антигены, как мекоплазма или гионеллы, это то, что приведет к развитию атипичных форм пневмонии. К атипичным формам пневмонии могут привести такие возбудители, как грибы, то есть это грибковая пневмония, как правило, является осложнением, возможно, даже бактериальной пневмонии, и, как правило, свидетельствует о сильно сниженном иммунном статусе человека. И вирусы также являются этиологическим фактором развития пневмонии. Возбудители, которые вот сейчас мы с вами перечислили, они поступают в организм воздушно-капельным путем. Ну и еще раз вот здесь выделяю, что возможны аспирационные варианты пневмонии. Как же развивается пневмония? Вот здесь, так скажем, очень хорошо представлено схематично развитие воспалительного процесса легочной ткани. Ну, прежде всего, с чего все начинается? Ну, это, конечно же, наличие возбудителя, то есть нужна причина. Нет причины – не будет процесса. То есть это наличие этиологического фактора. Как правило, этиологический фактор и почему развивается процесс? Потому что есть предрасполагающие факторы, факторы, которые способствуют тому, чтобы вот этот этиологический фактор, допустим, пневмокок или стритокок, он смог проникнуть в организм и вызвать там вот эту воспалительную реакцию. То есть наличие этиологических факторов и предрасполагающих факторов. Что же относится к предрасполагающим факторам? Ну, прежде всего, это нарушение иммунитета, так скажем, защитной функции организма. Выделяют иммунитет местный, так называемая бронхопульмональная защита и снижение общей реактивности организма, то есть страдает общий иммунный статус. И вот при таком ослаблении иммунных сил организма, при наличии этиологического фактора, что же происходит? Этиологический фактор, то есть какой-то возбудитель, так скажем, происходит его адгезия. Адгезия, другими словами, но чтобы было более понятно, это прилипание, то есть его непосредственный контакт к эпителию бронхопульмональной системы. И после этого уже начинается его размножение, то есть колонизация возбудителя в эпителии. В результате этого микроорганизма, что у них есть определенный цикл своей жизнедеятельности, они выделяют токсины, они выделяют продукты своей жизнедеятельности. И в результате всех вот этих процессов появляются определенные биологически активные вещества, плюс токсическое воздействие на стенку альвеол, то есть на мембрану легочной клетки. К чему это приводит? Это приводит к ее функциональным и структурным изменениям. Если говорить, так скажем, грамотно, медицински, то возникает активация перекисного окисления липидов. Это тот процесс, который лежит в патогенезе многих заболеваний, в том числе развитие пневмонии, когда этот процесс перекисного окисления липидов приводит к нарушению мембраны, то есть целостности клетки. И клетка уже нормально не функционирует и не выполняет, соответственно, всех основных задач, которые она должна выполнять в норме. Выделяются медиаторы воспаления, происходит воспалительный процесс в альвеолах, и вот этот воспалительный процесс, он, конечно же, приведет к тому, что мы увидим клинические проявления, то есть всю ту симптоматику, которую дает пневмония. Ну и вот обратите внимание на этой схеме, есть еще один пункт, это образование антител. Иммунная система, она все равно реагирует на проникновение чужеродного антигена. Она пытается защититься, и происходит выработка защитных компонентов, антител, которые тут же вступают в реакцию с чужеродным агентом, антигеном, и все это способствует развитию реакции воспаления. Непосредственно легочной ткани. Посмотрите, что происходит. Вот здесь изображены альвеолы в состоянии нормы. Обычные воздушные мешочки, в которых находится воздух. А теперь посмотрите, что происходит в структурах легочной ткани, то есть в альвеолах, при воспалительном процессе. Стенки альвеол становятся толстыми, а соответственно увеличиваются размеры аэрогематического барьера, через который происходит диффузия газов, кислорода и углекислого газа. Значит, это приведет к тому, что будет нарушена функция дыхания, поступление кислорода в кровь, и соответственно доставка этого кислорода каждой клеточки организма, то есть наш организм больного при пневмонии с воспалением легким, каждая клетка будет страдать от гипоксии. Ну, помимо того, что происходит утолщение стенок альвеол в результате воспалительного процесса, здесь еще и скапливается эксудат, то есть, ну так будем говорить, жидкость, да, эксудат, который также препятствует нормальному течению процесса диффузии газов. Чем же проявляется все то, что мы сейчас с вами назвали? Как правило, заболевание начинается резко, повышение температуры. Повышение температуры, гипертермия, это признак воспалительной реакции. Температура, как правило, высокая, фибрильная, то есть она выше 38 градусов, как правило, 39-40, и сопровождается еще ознобами, так называемый белый вариант лихорадки. Основные проявления, это, конечно же, проявления интоксикации. Интоксикации – следствие выделения и поступления в кровь токсинов. Это не специфические проявления, то есть это общихарактерные для любой воспалительной реакции симптомы. Чем они проявляются? Ну, всем нам известно, да, это общая слабость, конечно же, это снижается работоспособность у человека, это потливость, признак интоксикации. Если говорить об аппетите, то, конечно же, он снижается. Головная боль, и если это очень высокая температура, и если это еще и детский возраст, то может быть еще и спутанность сознания. Смотрите, и такая вот высокая температура, пик интоксикации может еще сопровождаться тем, что будет выражена головная боль, а также это боли мышечные и суставные. Но опять же, все, что здесь перечислено, это является, еще раз хочу подчеркнуть, не специфическим проявлениями пневмонии, это общие симптомы интоксикации. Следующая группа симптомов проявлений пневмонии, это легочные проявления. Что касается легочных проявлений? Ну, конечно же, это кашель. Вот посмотрите, опять же показано, что происходит в альвеолах при пневмонии. Скопление жидкости, образование ксуда, так как реакция воспалительной реакции. Значит, конечно, будет появляться кашель. Кашель вначале сухой, а затем он начинает, так скажем, быть более продуктивного характера, то есть с выделением мокроты. И пациент старается кашлять, чтобы освободить дыхательные пути от скопления вот этого эксудата и слизи. Так как произошло утолщение стенки альвеол, здесь находится эксудат. Еще раз хочу сказать, нарушается основная функция легких – это дыхание, то есть газообмен. Пациент испытывает состояние гипоксии, то есть кислородную недостаточность, кислородное голодание каждой клеточки. То, соответственно, следующим проявлением пневмонии является одышка. Одышка, то есть пациент начинает более часто дышать. Как компенсация, более часто дыхание для того, чтобы снабдить организм кислородом. Поэтому одышка является характерным признаком воспалительного процесса в легких. А также при пневмонии еще одним характерным симптомом может быть боль в грудной клетке, которая будет усиливаться при кашле и при, так скажем, более глубоком дыхании. И вот этот болевой синдром в грудной клетке, он еще может свидетельствовать о вовлечении в процесс плевры. Мы сегодня буквально, так скажем, несколько слов скажем об осложнениях пневмонии, одним из которых является плеврит, то есть вовлечение в воспалительный процесс еще и листков плевры. Ну, как обычно, мы останавливаемся и на аюрведических особенностях. И сегодня давайте мы проговорим, каковы характерные черты кашля у людей с различным типом конституции, так как кашель – это основное проявление пневмонии. Если мы говорим о кашле вата типа, то посмотрите, кашель – это, как правило, сухой, со скудным отделением мокроты. Кашель болезненный, так как сухой, соответственно, происходит сильное раздражение слизистой оболочки, которое сопровождается болезненными ощущениями. Сухость на первом месте. Сухость ротовой полости – это хриплый голос, как правило, это повышенная возбудимость, это бессонница и нервозность. Если же мы говорим о проявлениях кашля питотипа, то, во-первых, любой воспалительный процесс у представителей питотипа происходит более ярко, воспалительная реакция выражена более отчетливо, кашель более продуктивный, что он продуктивный и сопровождается отхождением большего количества мокроты. И мокрота, посмотрите, она имеет еще и характерный оттенок. Это, как правило, желтоватая масса, а иногда еще и с примесью крови. У представителей питотипа, как правило, более высокая температура. Соответственно, симптомы интоксикации, как правило, выражены более четко. И вот посмотрите, что характерно для представителей питотипа. Это наличие горького или острого привкуса в ртовой полости. Если же мы говорим о представителях капхотипа, каков там характер кашля, то здесь, как правило, идет образование еще большего количества мокроты. Но мокрота густая, вязкая. И кашель, он является более продуктивным. Значит, пациенты ощущают состояние, ощущение некой такой тяжести. А в ртовой полости сладковатый привкус. Это характерные черты воспалительных реакций, связанных с процессами в легких представителей капхотипа. Еще раз хочу сказать, что для представителей капхотипа характерна склонность к образованию большого количества мокротов. Пневмония может развиваться и возникнуть как самостоятельный процесс, но иногда пневмония может быть как осложнением уже имеющегося определенного воспалительного процесса в дыхательных путях. Допустим, это вирусные инфекции. И на вирусную инфекцию, на ту вирусную, так скажем, инфекционный фон, который уже есть, допустим, человек находится в состоянии острой респираторной вирусной инфекции. Идет такое ослабление иммунных защитных сил организма, что на этот фон легко присоединяется еще и бактериальная флора, которую мы сейчас назвали. Это пневмококковая, стрептококковая, либо стрептококковая. И, соответственно, здесь пневмония будет расцениваться как уже осложнение какого-то вирусного процесса. И вот то, что мы сейчас сказали, оно наиболее характерно для детского возраста. Смотрите, значит, дети очень часто болеют различными острыми респираторными вирусными инфекциями, которые, конечно же, ослабевают, способствуют ослаблению их иммунитета. Если эти инфекции протекают довольно часто, то вот здесь пневмония может присоединиться как вторичный процесс осложнения вот этой вирусной инфекции. Еще хотелось бы немножечко сказать об особенностях детского возраста и развития и течения у них пневмонии. Посмотрите, на первом месте это, конечно же, ослабление иммунных сил организма. Если мы берем совсем, так скажем, ранний детский возраст, то ребенок должен получать, конечно же, в качестве основного источника питания это материнское молоко. Почему? Потому что материнское молоко содержит все необходимые антитела, которые вот на данный период жизни ребенка они просто необходимы. и другого источника их поступления, ребенка, у него их нет. Соответственно, искусственное оскарбливание оно никогда не сможет заменить естественного, то есть материнского молока. Поэтому, если ребенок получает искусственное питание, да, различные смеси, это может способствовать тому, что его иммунная система, она ослаблена по сравнению, допустим, с ребенком, который находится на естественном скарбливании. Вот оно, ослабление иммунитета, как мы сказали, является одним из предрасполагающих факторов развития любого воспалительного процесса, в том числе и пневмонии. Дальше, ослабление иммунитета на фоне частых вирусных каких-то инфекций, верхних дыхательных путей. Различные ОРВИ, это могут быть бронхиты, то есть не пневмония, а бронхит. Это могут быть и атиты, то есть это все приводит к ослаблению иммунитета. Еще, о чем хотелось бы остановиться, предрасполагающие факторы развития пневмонии в детском возрасте – это курение. Ну, конечно же, курение родителей. Ребенок выступает здесь в качестве пассивного курильщика. То есть если ребенок находится в помещении, которое окуривается родителями, да, то есть все то, что находится в табачном дыме, оно постоянно поступает через верхние дыхательные пути, соответственно, и к ребенку. Ну, курение – это, так скажем, мощный фактор, который способствует, во-первых, и изменению структуры непосредственно самих дыхательных путей, строению, и фактор, который ослабевает иммунитет. Дальше. Опять же, это те условия, в которых находится ребенок. Это загрязнение воздуха, да, внутри помещения, если так можно выразиться, и плохая экологическая обстановка, допустим, того района, в котором находится ребенок. Вот это все факторы, которые способствуют развитию воспользовательного процесса в легких детском возрасте. Дальше. Если мы говорим, опять же, о детях, то кашель, да, дети часто кашляют при вирусных инфекциях, в анхитах, в том числе и при пневмониях. Вот для детей наиболее характерен кашель в ночное время, в ночное время и по утрам. И вот хотелось бы остановиться еще на одном проявлении пневмонии у детей. Этот признак мы видели и у взрослых, да, это одышка. Смотрите, одышка, дословно, это учащение дыхания. И если у взрослых одышка считается, если частота дыхания становится 20 и более, то посмотрите, какие цифры частоты дыхания у детей различных возрастных периодов. Если это ребенок до двух месяцев, и у него развивается пневмония, то частота дыхания у него становится больше 60. Больше 60, да, то есть практически ежесекундно ребенок делает одно дыхательное движение. Это колоссальная нагрузка, колоссальная работа. Это говорит о том, что состояние ребенка тяжелое, то, что он находится в состоянии выраженной гипоксии. Если мы возьмем возраст ребенка до года, то, соответственно, здесь уже частота дыхания больше 50. Это признаки одышки. И если это ребенок от года до 5 лет, то частота дыхания, соответственно, становится более 40. Вот такие вот цифры частоты дыхания, которые, да, то есть если родители видят, что ребенок очень часто дышит, это, конечно же, признаки одышки, значит, это признаки фоксических проявлений, признаки дыхательной недостаточности. Нужно же, конечно, сразу же обращаться за профессиональной медицинской помощью, если такое случилось на фоне кашля или вирусной инфекции, которая была у ребенка. Теперь мы поговорим буквально несколько слов об осложнениях пневмонии. Что же к ним относятся? Ну, прежде всего, это такие гнойные процессы в легком. Это абсцесс легкого. То есть на фоне воспалительной реакции развивается гнойное поражение легочной ткани. Абсцесс легкого – это ограничение гнойного очага в легком. Это могут быть гнойные процессы, которые и не ограниченные. То есть, соответственно, гнойный процесс распространяется и вовлекает, так скажем, большие участки легочной ткани. Это вовлечение в воспалительный процесс, плевры и плевриты. Это отек легких, то есть когда уже присоединяется еще и патология сердечно-сосудистой системы и развивается недостаточность работ в сердечной деятельности. Ну и, конечно же, сепсис. То есть одно из осложнений. Вот это осложнение пневмонии. Остановимся на одном из них. Это осложнение, которое называется плеврит. Давайте посмотрим на представленный слайд. Что хотелось бы здесь, так скажем, показать. Вот легкие, которые находятся у нас в грудной клетке и, как мы сказали, занимают практически всю грудную клетку. Но легкие, они – это орган, который покрыт сирозной оболочкой. И эта сирозная оболочка, она называется левра. И вот одна сирозная оболочка покрывает очень плотно легкие. Прям плотно-плотно с ними соединяет и вот этот вот листок, вот эта часть плевры или этот листок плевры, который покрывает легкие, он называется висцеральная плевра. Есть еще один листок плевры, который называется париэтальная. Париэтальная, то есть, скажем, прилежит к стенке грудной клетки. Или наружный листок плевры. Вот он. И что мы видим? Что между внутренним и наружным листками плевры, то есть, между висцеральным и париэтальным листками, находится небольшое щелевидное пространство. Вот оно. Значит, это щелевидное пространство, которое, так скажем, в обычных местах имеет всего лишь небольшое расстояние, равное 7 микрометров. Есть определенные места, так называемые карманы, где расстояние между листками несколько больше. Что же это за щелевидное пространство? Ну, нужно сказать, что оно, во-первых, должно быть герметично, и это создает одно из, ну, так скажем, один из механизмов физиологических дыханий. И второе, это щелевидное пространство, которое еще называется плевральная полость, там находится жидкость, серозная жидкость, которая выполняет функцию смазки. Или выполняет амортизационную функцию. Что это значит? А это значит, что когда мы с вами дышим, и даже если мы сделаем глубокий вдох, а глубокий выдох, очень сильный, мы не почувствуем никаких болезненных ощущений. То есть, вот эта вот жидкость плевральной полости, она амортизирует. Что же происходит при плеврите? При плеврите происходит воспаление вот этих вот плевральных листков. То есть, плевральные листки, они тоже вовлекаются в воспалительный процесс. И вот этот воспалительный процесс, листков плервы, он будет сопровождаться выпутеванием в плевральную полость эксудата. И вот здесь как раз это показано. Вот так выглядит плевральная полость в норме, а вот так вот выглядит уже плевральная полость при ввлечении ее в воспалительный процесс. То есть воспалительный процесс легочной ткани, будем так говорить, перешел на серозную оболочку, то есть на плевую. И здесь происходит накопление жидкости, аксудата. Конечно же, это является осложнением, что утяжеляет состояние пациента при пневмонии. И вот здесь тоже как раз мы видим легкие, и вот здесь показано, вот этим зеленым цветом, это выпотевание в плевральную полость жидкости, то есть наличие аксудата в плевральной полости при плеврике. Состояние пациента, конечно же, утяжеляется. Помимо всех прочих симптомов, которые мы назвали, появляется очень выраженный болевой синдром в грудной клетке. Особенно на стороне поражения, особенно во время кашля. Эта боль усиливается при изменении положения тела, она усиливается при глубоком вдохе, когда идет активное дыхательное движение. При кашле, при чихании боль будет усиливаться. Конечно же, воспалительный процесс, который также сопровождается всеми симптомами интоксикации. Когда появляется уже аксудат в плевральной полости, здесь один единственный способ с ним борьбы, его оттуда нужно этот аксудат из плевральной полости удалить. Удалить его можно только хирургическим способом. Проводится пункция плевральной полости, из плевральной полости удаляется аксудат. И, конечно же, затем назначается мощная антибактериальная терапия. И вот теперь мы как раз подходим к лечению и профилактике пневмонии. Причина известна. Это какой-то инфекционный агент. Поэтому первое, на что направлено лечение пневмонии, это устранение, элиминация вот этого возбудителя. Это, конечно же, применение антибактериальной терапии. На этом мы никогда не останавливаемся. Мы просто говорим об основных принципах и подходах терапии. Вот когда проведена антибактериальная терапия и сняты все острые симптомы интоксикации, вот дальше нужно все силы бросить на восстановление нарушенной функции легочной ткани, так как она, конечно же, пострадала. Наличие воспалительного процесса привело к изменению стенки альвеол. Наличие эксудата способствует развитию соединительной ткани, что может привести к тому, что тот участок легкого, где было воспаление, может быть впоследствии выключен из процесса дыхания. Да, там нет воспалительного процесса. Соответственно, убрали эксудат, но произошли определенные изменения легочной ткани, которые привели к тому, что этот участок ткани легкого выключается из дыхания. Поэтому нужно направить реабилитационные мероприятия, про которые мы сейчас будем с вами говорить, на то, чтобы включить этот участок, чтобы он дышал. Поэтому основное – это, конечно же, реабилитация, которая направлена на восстановление нарушения функции дыхания, на профилактику отдаленных осложнений пневмонии, и, конечно же, это нужно восстанавливать иммунный статус. Итак, любое лечение, любая профилактика, любая реабилитация, она, конечно же, связана, как мы это неоднократно говорим, с образом жизни и, конечно же, диетой. Поэтому во время пневмонии организм потратил колоссальное количество сил и энергии. Ну, а что? На борьбу с инфекционным агентом. Поэтому в период восстановления в диете нужно обязательно увеличить количество белка. Белок необходим, поэтому, посмотрите, не меньше 1 грамма на килограмм веса должно быть в пищевом рационе белка. Ну, если мы говорим, так скажем, о различных вариантах питания, то, если в пище присутствует животный белок, то это, конечно же, нежирное мясо, куриное, и рыба. Значит, сбалансированный белок по всем компонентам. То есть белковое питание должно обязательно быть у такого пациента, перенесшего пневмонию. Дальше. Чтобы полностью удалить все симптомы интоксикации и восстановить, так скажем, функции организма, обязательно должно быть достаточное количество витаминов и, прежде всего, аскорбиновой кислоты. Аскорбиновая кислота должна поступать в различных морсах, соках, желательно натуральных, это различные ягоды, фрукты. Там могут быть просто компоненты, какие-то поливитаминов. Но должна присутствовать аскорбиновая кислота, потому что витамин С, он еще и укрепляет стенку сосудов, которая, конечно же, пострадала при воспалительном процессе. А мы знаем, что стенка сосуда принимает участие тоже в процессе диффузии между альвеолом и кровеносным руслом. Это обильное питье, которое направлено на снятие симптомов интоксикации. Смотрите, должен присутствовать, конечно же, кальций. Кальций как компонент, который укрепляет сосудистую стенку, как убирает симптомы интоксикации. Откуда мы получаем кальций? Это кисломолочные продукты, любые молочные продукты. Но прежде всего, хотелось бы восстановиться на кисломолочных продуктах. Почему? Потому что при таком тяжелом воспалительном процессе без применения антибиотиков не обойтись. Антибиотики нарушают микрофлору толстой кишки. Ее нужно восстанавливать. Соответственно, кисломолочные продукты здесь как нельзя кстати. В процессе реабилитации, что очень показано? Показаны ингаляции. Ингаляции горячие. Это лучше всего применять ингаляции эфирных масел вместе с водяным паром. Почему? Потому что ингаляции способствуют отхождению мокроты и слизи из альвеол и бронхов. А наличие вот там ксудата в альвеолах, которые мы сейчас с вами видели, оно способствует формированию соединительной ткани. А формирование соединительной ткани в легочной структуре приведет к тому, что этот участок легкого будет выключен из газообмена. А этого допустить нельзя. Поэтому, соответственно, вот такие вот ингаляции. Посмотрите, здесь я привожу эфирные масла, которые наиболее будут, так скажем, показаны в этой ситуации. Это пихта, это кипарис, да, то есть это эфирные масла, которые у нас связаны с хвойных растений. Это шалфей, масло тимьяна, показано при пневмониях, и аниса. Ну, анисовые капли, да, и действия аниса на дыхательную систему. Я думаю, знают многие. Дальше. Хотелось бы остановиться на одном из методов реабилитации после пневмонии, как лечебная физкультура. Лечебная физкультура – это активное, так скажем, действие самого пациента. Ну, конечно, тогда, когда уже сняты симптомы интенсикации, пациент в состоянии выполнять какие-то упражнения. Значит, лечебная физкультура, да, на что направлено? Направлено на то, чтобы улучшить, да, чтобы активировать лимфа и кровообращение в легких. Потому что при воспалительном процессе нарушаются процессы кровообращения и возникают процессы застоя. Вот чтобы не было этих процессов застоя, чтобы не было отдаленных осложнений, так скажем, нарушения функций легких. Вот обязательно нужна лечебная физкультура. Ну, на что она направлена, лечебная физкультура после перенесенной пневмонии? Конечно же, на восстановление оптимального ритма дыхания и восстановление всех функциональных объемов, по которым и оценивается функция дыхания. Это какие такие объемы? Это дыхательный объем легких, это жизненная емкость легких, это остаточный объем легких и другие. То есть совокупность этих объемов, их показатели, они дают представление о функционировании системы дыхания в целом. Что же еще показано? Показано, кроме активных действий, лечебная физкультура, это активное, скажем, поведение выздоравливающего, показано еще массаж грудной клетки, то есть действия специалиста, которое направлено, опять же, на активацию лимфо- и кровообращения. И показан вибрационный массаж. Вот совокупность этих всех факторов способствует тому, что будут ликвидированы застойные процессы в легких. Но так как у вас будет презентация, которую вы сейчас видите, я не буду рассказывать подробно об определенных упражнениях. Я просто хочу их назвать, что в плане лечебной физкультуры показана так называемая дыхательная гимнастика. И вот есть два таких очень хороших упражнения, одно из которых называется упражнение «Насос». И здесь подробно, так скажем, даны инструкции по его выполнению. И второе упражнение эффективное при, так скажем, перенесенной пневмонии, упражнение, которое называется «Обними плечи». Активная позиция человека, направленная на регуляцию своего дыхания, работу, экскурсию грудной клетки, диафрагмы, способствует тому, что будут ликвидированы очаги застоя в легочной ткани. Вот еще хотелось бы остановиться на фитотерапии. И вот такой сбор, который направлен на ликвидацию остаточных изменений в легких после перенесенной пневмонии. Сбор, который включает в себя травы, тоже всем хорошо известные. Это корень солодки, трава чабреца, календулы, мать-мачехи и подорожника. Вот в каких частях используется этот сбор, как его заваривать, все вы видите на данном слайде. В качестве фитотерапии еще хотелось бы остановиться на чае из листьев тулси. Листья тулси еще называют священным базиликом. Вот именно священный базилик, он очень хорошо влияет на состояние иммунного статуса, повышает общий иммунный статус человека. И способствует восстановлению всех процессов, которые связаны с кашлем и симптомами интоксикации. То есть несколько точек приложения. Хотелось бы остановиться еще на травах, которые обладают антибактериальным действием. Помимо того, что, допустим, эхинацея, всем известно, она еще очень хорошо влияет на восстановление и активацию иммунных сил организма. Это эхинацея, это такая трава, как золотая печать, катука и вайда. В качестве реабилитации после перенесенной пневмонии очень показана климатотерапия или санаторно-курортное лечение. Когда сняты симптомы интоксикации и пациент вышел из этого состояния, очень рекомендуется посетить те климатические зоны, которые обладают сухим и теплым климатом. Сухой и теплый климат – это, если говорить о наших территориях, то это территории Крыма. Это курорты Ялты и Гурзуфа. Это те климатические зоны, в которых имеется горный воздух. Это, конечно же, Кавказ, Алтай и Киргизия, которые тоже более-менее доступны. Соответственно, климатотерапия с такими климатическими условиями имеет хорошее воздействие на состояние бронхолигочной системы. Как обычно, мы несколько слов скажем об индексах, которые мы можем увидеть на аппаратно-программном комплексе «Видопульс», которые характерны при проявлениях пневмонии. Прежде всего, это вкладка «Меридианы». Если это острый процесс, то всегда будет задействован первый меридиан, это меридиан легкого. Как видите, он будет находиться в состоянии напряжения, так как это процесс воспалительный. Но давайте отдельно остановимся на проявлениях вата, пита и капха. Если, опять же, мы рассматриваем вкладку «Меридианы», то для представителей вата наблюдается сочетанность признаков напряжения по первому меридиану и восьмому, то есть меридиану почек. Если это представители питотипа, то там идет сочетанность активности первого меридиана и двенадцатого, то есть меридиана печени. И если мы говорим о представителях капха типа конституции, то это первый меридиан и четвертый, то есть селезенки и поджелудочной железы. Если мы посмотрим на вкладку «Субдоши», то при острых проявлениях пневмонии это всегда будет напряжение прана, вата. Вот, да, здесь наблюдается. И по капха это будет оваламбака капха, тоже находиться в состоянии напряжения. Ну, как правило, неспецифическим признаком воспалительной реакции, в том числе и пневмонии, является напряжение рак-татхата. Ну вот на этом, наверное, все. Значит, мы сегодня с вами рассмотрели все те процессы, которые связаны с воспалительным процессом в легких, все те моменты, вернее, которые связаны с воспалительным процессом в легких. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо большое. Всем большое спасибо. Приглашаю вас на следующий вебинар, который состоится 30 ноября, где мы будем разбирать очень серьезную проблему, которая будет называться ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких. Всех приглашаю. Всем большое спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok